Здравствуйте! Я бы хотела немножечко поговорить с вами на смешные такие темы, вещи, можно так сказать. И я бы хотела поднять тему, у меня подружка французская как-то раз спросила, неужели вы не говорите какие-нибудь смешные истории про нас, про француза, вы именно эмигранты, русскоговорящих? Ну как же не говорим, все-таки мы говорим, но чтобы никого не обидеть, естественно, я поискала что-то более-менее безобидное и нашла вот такую вот тему. Французы и их привычки. Как узнать, что вы стали настоящим французом? Ну что, поехали! Вы уже стали французом, если вы не ходите к соседям одолжить морковку при варке супа. Действительно, здесь-то не принято. Здесь никогда в жизни один из соседей не придет, не постучит тебе в дверь, не скажет, там у тебя нет, не знаю, лука, соли, хлеба, не знаю, чего-нибудь еще. Нет, значит, не будут кушать или не будут что-то готовить другое. Или же будут готовить без морковки. Второе. Вы пьете кофе вместо чая в любое время суток. Действительно, очень много здесь пьют кофе, чай практически не пьют, очень редко. Третье. Зимой при температуре минус 5 на улице вы не одеваете шестяные колготы и сапоги на меху. Действительно, здесь никто не одевает теплые сапоги на меху. Я не знаю, я за 10 лет, честно говоря, их и не видела, хотя даже жила в горах, где снег был 10 месяцев и 12. Дальше. Вы не просите у соседа 3 рубля до получки. Да-да, здесь не принято одолжить друг у друга деньги. Не до получки, не до что еще. Еще 10 у тебя, даже у родственников никто не пойдет, не попросит отолжить деньги. Дальше. Если вы прекрасно можете обойтись без форума инфранса. Очень хороший форум инфранс для всех-всех, кто приехал жить во Францию. Или же просто для туристов. Очень много информации. Я думаю, все, кто приехал во Францию, именно жить, все здесь уже, можно сказать, побывали на этом форуме. Все воспользуются этой информацией. Я сама была тоже часто на этом форуме. Раньше сейчас, конечно, не хожу. Я уже интегрировалась. Но раньше я была регулярной посетитель этого форума. Дальше. Дальше. Если до передачи жестом состояния с будуна, вы не щелкаете по горлу, а откручиваете себе нос. Из того, в Франции здесь не говорят вот так, а показывают вот так. Дальше. Если вам никогда не приспичь ловичастника на улице. Действительно, здесь как-то нет такого. Не распространено, как у нас там руку поднял, протормозил кого-нибудь. И, естественно, за какую-то сумму тебя довезут туда, куда тебе надо. Здесь все столько, как таксисты, у которых есть такая вот штучка на крыше, где указано, что он таксист. Дальше. Если вы тщательно сортируете мусор по качеству и происхождению, чтобы потом выбросить его в разные помойки. Действительно, у нас есть разные мусорные ящики. У меня лично стоит желтенький, именно для бумаги, для пластмассовой, для бла-пластика, для всего остального. И обычный у меня стоит подмойка, куда я выкладываю все пищевые отходы. И потом, естественно, желтенький я отправляю в большую желтую помойку со всеми бумагами, со всеми остальными, которые можно использовать по новой, переработать и использовать. И обычная серая с зеленой крышечкой, ну, разных, я думаю, на регионах по-разному. У нас именно серенькая, темно-серая с зеленой крышечкой. И туда мы отбрасываем все пищевые отходы. Дальше. Если ваши любимые анекдоты, это про бельгийцев. Да, здесь очень много любят посмеяться над бельгийцами. Бельгийцы смеятся над французами. Так же, как у нас русские на чучами. Дальше. Если вы бронируете домик или номер в гостинице для летнего отдыха за год вперед, действительно, здесь все бронируют домики или номера в гостинице за год вперед, так как все французы в основном уезжают на отпуск летний в середине августа. Из-за этого, естественно, всех французов, всех проживающих во Франции граждан мест не хватает. Из-за этого все бронируется заранее. Дальше. Если вы, принимая гостей, не заставляете весь стол закусками. Действительно, здесь не принято заставлять стол весь салатами. Не знаю, сколько салатов, не знаю, сколько там блюд горячих, десертов и все остальное. Здесь подается отначально салатик на входное блюдо, потом горячее блюдо. И после горячего блюда зеленый салат и десерт. Естественно, хозяйке меньше головной боли, меньше суматохи приготовить все это и подать на стол. Дальше. Если вы не забегаете к знакомым на огонек, а договариваетесь о том, что придете к ним гости, это дней за 10. Действительно, здесь даже к родственникам просто так не пойдешь. Надо будет позвонить, предупредить, что я приеду в такой-то день, возможно это или нет. Я так же делаю со свекровью и так же свекром не звонят, могут они приехать или нет. Дальше. Если собеседник посылает вас подальше, а вы посылаете его еще дальше, но при этом остаетесь не на вы. Действительно, здесь очень большая культура, я бы так сказать, развита. Потому что здесь люди редко приходят на ты, которые друг друга не знают, которые уже знакомы, они начинают тыкать сразу, гораздо быстро. Но когда ты человека не знаешь, то они не перейдут на вы. И даже при ругании не будут тебе там кричать, как у нас ты козел и все остальное. Дальше. Если чихаем, вы говорите о чум. Действительно, у нас говорят в России как об чхе, а здесь говорят о чум. Дальше. Если початая бутылка мартини или ликера куантру, может спокойно простоять в вашем баре по крайней мере 3 месяца. Далее. Французы любят не допивать до конца бутылки, я именно выпил чуть-чуть и поставил, пускай стоит до следующего апперитива. Дальше. Если вы считаете, что весна начинается 21 марта, и не только весна, зима 21 января, весна 21 марта, лето 21 июня и осень 21 сентября. Не знаю почему, почему не так считают. У нас это постоянный не конфликт, а споры, потому что я этим говорю, 1 марта у нас началась весна, а Арно мне говорит, что нет, 21 начинается весна. Дальше. Если после 9 вечера вы звоните только ближайшим родственникам, а после 10 вообще никому, даже в любимой свекрови. Действительно здесь так не принято, и я начинаю паниковать, если после 9 вечера мне кто-то начинает звонить, и сразу у меня в голове паника, что-то случилось. Дальше. Если вы обновляете гардероб, не когда вам вздумается, а только во время сезонных распродаж. Действительно здесь в основном скупаются все на сезонные распродажи, но если, конечно, много, то и скупается вне сезонных распродаж. Я лично все покупаю только на сезонные распродажи, но только в крайнем случае я иду и покупаю вне распродаж, если что-то нужно срочно. Дальше. Если вы завариваете чай горячей водой из-под крана, и не только из-под крана, а в микроволновке разогретой тоже. Действительно здесь очень мало людей есть чайников, это редкий случай, в основном всех в кофеварке, но чайников нет, у кого, чтобы разогреть горячую воду. Дальше. Если предложение выпить чашку чая на ночь, наводит вас на мысль, что потом придется вставать ночью в туалет. Не знаю почему, но каждый раз, когда предлагаем французу выпить какой-нибудь травяный чай на ночь, ответ у всех одинаково. Не-не-не, потом не надо будет вставать в туалет ночью. Дальше. Если проснувшись, вы идете не умываться, а сразу завтракать. Действительно, здесь все по-другому. В России никогда в жизни не видела моя мама и мою папу, не одетым, всех завтракать за стул. Поэтому здесь все по-другому. Сначала, говорится, идем, не продрав глаза, покушали, попили кофе, а потом начинаем мыться, умываться, чесаться, одеваться и все остальное. Дальше. Если в день рождения ребенка вы вывешиваете воздушные шарики на ворота своего дома. Во-первых, чтобы показать, где этот ребенок живет, потому что очень часто родители не знаются между собой. Не знают, где этот ребенок живет. Действительно, да, здесь детство всегда не знает. И, во-вторых, для родителей, для французов детский праздник – это праздник для всех. Должны все знать об этом. Должны все видеть, что здесь праздник, здесь детей любят. Дальше. Если вас не удивляют 4-6-летние дети, сосущие большой палец. Здесь не только палец, здесь и дуду. Нет, а есть, вот сейчас покажу. Нет, дуду. Вот такая игрушка какая-нибудь, где можно всякую схватить с любой стороны, обсосать, как говорится, вон любую. Это они такие и делают, эти дуду. Это была игрушка моего сына. Видите, она даже не обсосанная. Ну, не любит. Я их не приучала к этому. Я им меняла игрушки каждый день, чтобы они не привыкли. В них не было этой заразы, этой инфекции. Дальше. Если вы 5 лет здороваетесь с соседями справа, но не знаете, как их зовут. Действительно, у нас соседи, здесь мы уже живем 3-4 года. И мы общаемся, так, привет, пока, как дела, все. А знать мы не знаем, как их зовут. Дальше. Если вы увлечены, обсуждайте пенсионную реформу 25 лет. Действительно, здесь очень много. Столько начал работать, уже начинаем думать, как же мне быть на пенсии, а как же мне заработать на пенсию. Дальше. Если с первого дня беременности вы записали будущего ребенка в Ясли, причина в том, что мест очень мало в Яслиах. У меня у самой, когда я была беременна, я только когда узнала, что я забеременна, в первую очередь побежала, естественно, в Ясли, брать бланки для заполнения, для запроса, чтобы мне предоставили место для моего малыша в Яслиах. Потому что мне они очень стоят дорого, а Яслиах не хватает мест. Из-за этого вся такая очередь, говорит, со самого-самого только зачатие, сразу записывают детей. Дальше. Если место скорой помощи, вы всегда вызываете пожарных. Здесь вызывают пожарных при всех случаях. Стащить кошку с дерева, человек ударился, вызвали место скорой, естественно, пожарных. И тушить огонь, опять же, пожарных. У нас везде они все делают пожарные. Дальше. Если у вас есть дети, но вы никогда не были замужем, ну, это, конечно, к русским нашим девочкам не относится, или русскоговорящим, так сказать, а именно к француженкам. Потому что действительно здесь могут делать детей, не знаю, двое, трое, пятеро, десять, как говорится, и прожить всю жизнь, не расписавшись. Говорится, иметь уже и внуков, и правнуков, и все остальное. Вот здесь как-то, ну, не принято в редких случаях, раз люди женятся, расписываются. Чаще всего живут просто или в паксе, или же, как нам говорят, в гражданском браке. Если вы на пособие по безработице, смело отправляетесь в кругосветное путешествие. Ну, конечно, в кругосветное путешествие навряд ли получится, но жить можно. Здесь очень хорошие пособия по безработице, все считается по поводу, сколько ты получал зарплаты, по-моему, там 80 процентов, по-моему, 80 процентов, я уже не знаю, ты получаешь от твоей предыдущей зарплаты именно пособия в течение 24 месяца. Дальше. Если вы всегда пристегиваетесь в автомобиле, ну, это здесь, во-первых, по безопасности, ну, и, во-вторых, конечно же, очень большие штрафы. Если вы заходите в общественный туалет, писающий мужчина говорит вам «Бужу, мадам», вы отвечаете «Бужу, миссию», а не выбегаете с визгом. Ну, здесь к этому проще относятся. Ну, видела, где-то попа мужика или, извините меня, штучку между ногами мужика, никого это не напугает. Дальше. Если вы коллекционируете русские сувениры, действительно, живя в России, у меня не было никогда ни матрешки, ни платков, ни даже не российского флага. После того, как я стала жить во Франции, у меня появилась матрешка в дом, у меня теперь есть российский флаг, у меня есть и платки русские, и все остальное. Дальше. Если вы принимаете в душ такой последовательности, включаете воду, быстренько себя окатываете, выключаете воду и намыливаетесь, и потом снова включаете воду, чтобы смыть мыло и шампунь. Все это дело, потому что экономия, конечно, вода здесь очень дорогая. Я лично плачу 59 евро в месяц для четверых за воду, а из-за этого, естественно, все старают не оставлять воду, дуриться просто так. Дальше. Если на вопрос, как дела, вы отвечаете, спасибо, хорошо, вместо подробного рассказа о нашей жизни, о своих делах. Здесь не принято, во-первых, здесь никого-то не интересует твоя жизнь, это первое, а во-вторых, здесь не принято рассказывать твоих проблемах. Дальше. Если вы разгибаете, прищете, здесь есть, но у нас в России, как говорят, один, два, три, четыре, пять, во Франции наоборот, один, два, три, четыре, пять, здесь совсем по-другому. Дальше. Если вы целуете с гостями или со встречными знакомыми, когда поздно подходите и когда расходитесь. Действительно, здесь принято поцеловаться два, три, четыре раза в зависимости от региона. Дальше. Если вы называете соусом маслом, на котором были приготовлены курица, индейка или утка, или все остальные, или свинина, или все остальные мяса. Действительно, здесь именно на том, что выжарился этот жир, и в теме мы поливать, или добавлять, например, сметанку, или томатный соус. Этим делом же поливают сверху и говорят, что это соус. Дальше. Если слово винегрет у вас ассоциируется с соусом для заправки салата, а компот с фруктовым пюре, действительно, здесь компот это именно фруктовая пюрешечка сделана, а винегрет это называется соус, который смешивают для заправки любого салата. Дальше. Если вы не впадаете в глубокую депрессию, порвав колготки в середине рабочего дня. Действительно, здесь на это никто не обращает внимания, люди будут ходить со стрелкой, женщины, точнее, будут ходить со стрелкой в холодильнике, с дыркой на коленке, и они либо снимут колготки, будут ходить с голыми ногами, либо же будут так продолжать ходить с стрелкой на ноги. Дальше. Если вы никогда не одеваете вашим детям колготки под брюки, действительно, здесь никогда, никогда, никогда я не видела и не знаю от знакомых, чтобы кто-то одевал колготки под брюки. Даже когда мы едем кататься на лыжах, горы, у нас из-за этого теплые штанишки, ну, никогда в жизни колготки я не напяливаю. Дальше. Если ваши любимые анекдоты про бельгитцев, действительно, здесь любят посмеяться, действительно, здесь любят посмеяться над бельгитцами, так как мы над чукчами. Дальше. Если вместо воспущённого расклицания ничего себе вы говорите о-ла-ла, я не знаю, почему, но здесь там уже даже русские, которые приезжают, даже моя мама, которые приезжают с папой в гости к нам раз в год, они уже тоже переняли эту привычку, даже они говорят о-ла-ла, в частности, моя мама. Дальше. Если вы, не дрогнув, можете скушать тарелку лягушек, устриц, щупальцев, кальмара или сырого фарша, лягушек, я до сих пор не попробовала, я не могу себя пересидеть. Устриц я не люблю. Дальше. Если по утрам вы кушаете исключительно круассаны, при этом макая в кофе. Во-первых, французы не едят каждое утро мои круассаны. Это я разобью такую, говорится, мистику о французах. Они только кушают редко эти круассаны. Вот. Так что французы не едят эти круассаны, они в основном кушают булочки или редко по выходным иногда покупают себе круассанчик и кушают. Но действительно все макается в этот кофе, что меня жирно-то жутко убивает. Если придя в мэрию за справкой, вы не подсовываете служащий шоколадку. Здесь не только шоколадку, вообще ничего не надо подсовывать. Здесь ни у кого это не возникнет в голове никогда. Дальше. Если вы начинаете ругаться, когда автобус или поезд опаздывает всего на 5 минут, а не ждете покорно час на остановке. Не знаю, общественным транспортом я не пользуюсь. Вообще, говорится, раз в год по заказу, когда я катаюсь в Тулузу. Не могу утверждать, как это происходит. Но я думаю, но меня это не удивит, потому что французы не любят, когда общественный транспорт опаздывает. Они считают, что они оплачивают налоги, что должно быть им все в обратную сторону работать нормально. Дальше. Если вам не лень закрывать ставни каждый вечер, а каждое утро открывать их, действительно, в каждом доме практически есть ставни деревянные. Но сейчас, конечно, меньше и меньше деревянных, все больше и больше этих обычных жалюзей, которые вот не жалюзей, а, конечно, шторы. Сторы вот эти вот, которые надо, они сами опускаются пластмассовые. Но, действительно, во Франции каждый вечер закрывают, только-только солнышко село. Даже только не солнышко село, только начинает темнеть, закрываются ставни, и каждое утро, естественно, открывается. Дальше. Дальше. Если трехэтажный мат, вы способны трамбовать до короткого слова «зют». Действительно, здесь так и говорят «зют», так как наше, наверное, «блин». Дальше. Если вы не говорите завести собаку, а употребляете ее «сыновить», «удочерить», «адупты», и слова «собачья мать» не воспринимаются как оскорбление. Действительно, здесь очень часто говорят «ой, моя доченька на собаку, или мой сынок, или там твоя сестричка, твой братик, у нас вот собака есть», и часто, когда мне Арно говорит, что «это, смотри, твоя мама», а меня это раздражает, я все время говорю «я не его мать, я его хозяйка». Но дело в том, что для французов собака – это член семьи. Дальше. Если рассказываем интересную историю, поразившую нас историю, мы трясем рукой. Вот так вот. А-ла-ля, или там что-то. Вот ты представляешь. Вот так вот делаем. Дальше. Если придя домой, вы не обуваете тапочки и не переодеваетесь. Действительно, здесь пришел домой, даже в туфлях, потому что пошел по дому, везде одежду я не меняю, точно так же, дети точно так же, и единственное, когда я их заставляю переодеть одежду после школы, когда они приходят, они слеплены с одного, где-то с куска грязи, тогда я им говорю, так, быстро раздевайтесь в кладовой и быстро вашу комнату одевать чистые вещи. Ну вот и все. На этом я закончу. Это я выбрала из, не знаю, сотни, наверное, вот таких вот всего. Я выбрала самое такое, более-менее, я думаю, что подходящее. Если кто-то хочет добавить что-то новое или кто-то из наших русских, говорится, французов, который что-то видел в себе, посмейтесь вместе со мной. Вот. Я бы хотела передать то, что все. Я всех целую. Посмейтесь вместе со мной. Целую. Пока-пока. Пока-пока.